Как вести себя при угрозе распространения инфекции, узнаем у заместителя главного врача областной клинической инфекционной больницы Татьяны Бондаренко. Она на прямой связи со студией. Татьяна, здравствуйте. Кто находится в группе риска? Поскольку ранее мы с этим вирусом не сталкивались, иммунитета против этой инфекции у жителей нет. 20% пациентов могут переносить эту инфекцию тяжело. Именно эти 20% требуют особого внимания и особой заботы. Кто те люди, которые окажутся наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции? Прежде всего, это пожилые люди. Это люди старше 60 лет. Что нужно сделать, чтобы оградить пожилого члена семьи от коронавирусной инфекции? Первонаперво, необходимо обеспечить изоляцию, ограничить его контакты с окружающим миром. Человек находится дома, а вы позаботитесь о том, чтобы у него был достаточный запас медикаментов, которые он использует планово. Также должен быть достаточный запас продуктов. На сегодняшний день ситуация в Кемерово не критичная абсолютно. То есть всего лишь два случая. Но вероятность того, что будет распространение, конечно, есть. И подготовиться к этой ситуации необходимо серьезно. Что может послужить самым эффективным защитным барьером? Ситуация с коронавирусной инфекцией новая. И информация по коронавирусной инфекции меняется постоянно. Вот что очевидно на сегодняшний день? Что использование масок массовое не сократило темпы распространения инфекционного процесса. Маски на сегодняшний день доказаны, что использование целесообразно только в закрытых помещениях и при большом скоплении людей. И второе, и более важное, маска нужна больному человеку, чтобы ограничить распространение аэрозоля вокруг себя, который может содержать вирусы. Основной способ профилактики коронавирусной инфекции – это разобщение. И все мероприятия, которые были успешно проведены в Китайской Народной Республике по разобщению, они и привели к тому, что у них пошел на спад темпы распространения инфекционного процесса. Какие правила необходимо соблюдать? Очень важно для профилактики инфекционного процесса своевременно и правильно мыть руки. Мытье рук при данной инфекции является также очень важным моментом. Когда мы моем руки? Когда мы возвращаемся из какого-то общественного места домой после посещения туалета перед едой? Нужно стараться избегать дотрагивания руками до лица, для того, чтобы не провести контаминацию вирусами кожи лица, чтобы вирус не попал на слизистые и полость рта. Очень важный момент – проводить своевременную обработку гаджетов, потому что мы ему пользуемся и в общественном месте, и в домашних условиях. Он может быть источником инфекции. То есть, придя домой, необходимо обеспечить обработку телефона спирт-содержащими салфетками. Спирт-содержащие средства для обработки рук также очень эффективно помогают уменьшить содержание вируса на коже. Дмитрий? Спасибо, Татьяна. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафе Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Продолжение следует...